Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы хотим рассказать вам об известных людях, которые к сожалению умерли за последние несколько дней. 20 января, на 72 году жизни скончался известный советский, казахстанский актер театра, кино и телевидения, режиссер и педагог, заслуженный артист Республики Казахстан, Талиубек Аралбай. Талиубек внес заметный вклад в развитие казахстанского кинематографа. Зрители помнят его по ролям в фильмах «Год дракона», «Молитва Лейлы», «Ракетир», «Ликвидатор» и других. 20 января, на 75 году жизни умер культовый американский рок-певец, актер театра и кино, Мит Лоуф. Он получил широкую известность после выхода успешного альбома под названием «Bet Out of Hell» и нескольких песен к кинофильмам. Тираж его альбомов превысил 100 миллионов экземпляров. 21 января, на 77 году жизни умер советский и латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис. Арнис дебютировал в кино в 1965 году, он сыграл роль в фильме «20 лет спустя». За всю карьеру, Лицитис снялся в 120 фильмах и сериалах. Среди этих картин «Каменская», «Страшное лето», «Узник замка» и в «Мушкетеры» 20 лет спустя, «Диверсант», «Ронетки» и другие. В интервью 2010 года он рассказал, что из-за популярности «Ронеток» он не мог ездить в метро, а дети вообще бегали за ним по улице. 21 января, на 69 году жизни умер американский актер и комик, Луи Андерсон. Причиной смерти стали осложнения от рака крови. За свою карьеру, Андерсон стал одним из самых популярных и любимых американцами комиков, а издание Comedy Central включило его в список «100 самых лучших стендаперов в истории». Помимо этого, он получил престижную премию «Эмми» в номинации за лучшую роль второго плана за роль в комедийном телесериале «Баскетс» в 2016 году, а также выиграл две дневных премии «Эмми» за свой известный на весь мир мультсериал «Жизнь с Луи». 21 января, на 68 году жизни умер русский поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист Анатолий Найман. Он начал писать стихи с 1954 года. В конце 1950-х, начале 1960-х в Ленинграде опубликовал несколько рассказов и стихотворений. С 1959 года он начал печататься как переводчик поэзии. В том же году он познакомился с Анной Ахматовой. Найман стал ее соавтором по переводам Леопарди и литературным секретарем. Позднее он написал книгу «Рассказы об Анне Ахматовой». Помимо этого, он известен стихами к песням фильма «Удивительный мальчик», который исполнила Алла Пугачева. 22 января, на 90-м году жизни умер, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Причиной смерти артиста стал коронавирус. На счету Расми Джабраилова около сотни ролей в кино и еще больше на театральной сцене. Любители кино помнят его по таким фильмам, как «Тысяча первая гастроль», «Скажи, что любишь меня», «Деловая поездка», «Низами», «Украли жениха», «Частный визит в немецкую клинику», «Храм воздуха» и другим. В 2019 году Джабраилов удостоился медали Ордена за заслуги перед Отечеством, второй степени, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. 22 января, на 74-м году жизни умерла американская актриса Кэтрин Кейтс. Причиной смерти стал рак, с которым актриса боролась последние несколько лет. Кейтс была наиболее известна своей ролью в популярном американском сериале «Оранжевый хит сезона». Среди других работ актрисы, роли в фильмах и сериалах, закон и порядок, оттенки синего, хорошая борьба, дальше некуда, охотники. 22 января, скончался советский, российский актер театра, кино и телевидения Андрей Садчиков. 23 января, на 94-м году жизни умерла польская актриса театра, кино и кабаре, Барбара Крафтовна. Российским зрителям она известна по роли Гонораты, в сериале «Четыре танкиста и собака». 23 января, на 41-м году жизни, погиб боец смешанных единоборств, выступавший в крупнейших мировых лигах, UFC, и был Латор, Майкл, Фалкон. Боец, который большую часть карьеры провел в США, находился в своем родном городе, Пелотос, где на него, в три часа ночи по местному времени, напали неизвестные и нанесли, два ножевых ранения. Фалкона доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. 24 января, на 30-м году жизни умер участник высшей лиги КВН и редактор клуба веселых и находчивых, Булат, Будоциренов. Будоциренов играл в команде КВН Пушкина 8, а также был автором многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. 24 января, на 87-м году жизни умер советский и российский журналист, писатель и поэт, автор многих рассказов, повести, романов и поэтических сборников Юрий Поройков. Также Юрий был автором некоторых песен Ларисы Долиной, Михаила Боярского, Эдиты Пьехи, Ольги Зарубиной и других. 25 января, на 84-м году жизни умер советский и российский писатель-фантаст, драматург, журналист, лауреат государственной премии СССР Владимир Губарев. Он работал журналистом в газетах «Правда» и «Комсомольская правда», а в 1986 году стал первым журналистом, оказавшимся на месте аварии, Чернобыльской атомной электростанции. За свою карьеру написал множество научно-популярных книг, в числе которых «Страсти по Чернобылю», «Тайны Гагарина» и «Царь-бомба». 25 января, на 83-м году жизни умерла советская украинская актриса театра, кино и телевидения, Сталина, Логашняк. Среди десятков экранных работ актрисы, фильмы и сериалы, «Ворожея», «Охотники за бриллиантами», «Одесса-мама», «Личная жизнь» следователя Савельева. 25 января, на 93-м году жизни умерла французская актриса Эдшика Шуро. За свою карьеру, она сыграла 17 ролей во французских и голливудских фильмах. Отечественным зрителям она запомнилась по экранизации романов об Анжелике. В культовом фильме про приключения неугомонной девушки по имени Анжелика, Эдшика Шуро сыграла роль ее старшей сестры, с которой у главной героини были сложные отношения. 26 января, на 72-м году жизни умер советский и узбекский актер, писатель, драматург, Шараф Башбеков. Наибольшую известность ему принес сериал «Чертово колесо», а за драму «Железная женщина», драматург в 1990 году удостоен государственной премии Узбекистана. Спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал.